Всем привет! На Дептоксе. И сегодня я хотел бы поговорить о теме, связанной с синхронизацией, а именно с примитивами синхронизации, которые есть в джаве и которые могут нам помочь в некоторых ситуациях, в некоторых конкретных случаях. Ну, разберу основные из них. И давайте, наверное, начнем немного с того, что, в принципе, можно сделать на первый взгляд в случае, если нам нужно иметь доступ к общему полю или к общему куску кода несколькими трендами. Что можно? Еще раз можно обрискать. Да. Если у нас есть кусок кода или там общий объект, в форму может иметь доступ к несколько трендов, и нам нужно, чтобы оно выполнялось так, чтобы только один тренд имел доступ к нему, чтобы это все было за менеджером. Нужно выбрать какой-то монитор, правильно? Да, синхрониз-блок. То есть, например, у нас есть метод N. Его можно сделать синхрониз. Или, например, у нас какая-то часть кода. И мы тут пишем тоже синхрониз. И тут в скобках монитор, по которым будет синхронизация происходить. Обычно, ну, часто пишут DIST. То есть, это у нас будет класс, в котором находится метод. Метод. Или, например, какой-нибудь объект. Объект. Или какой-нибудь объект, если у нас объект. Можно сделать по этому объекту. Тогда первый поток, который доходит до этого синхрониза, он берет этот объект и идет внутрь этого блока. А второй, если он заходит, то он, соответственно, ждет, пока монитор освободится. Прежде чем сможет взять этот монитор и пройти дальше в этот блок кода. Я хотел бы сейчас больше поговорить на некоторых классах, которые чаще все находятся в джаве стандартной папке java.util.concurrent. Первое из того, что я хочу поговорить сегодня, это класс семафор. Слышали? Ну, я думаю, большинство слышало. Вот тут, например, можно по параметрам permit. Это у нас будет количество тредов, которые он может запустить в определенный код. То есть, если у нас создадим этот семафор S, создали, и потом вызываем семафор aquire. То есть, это будет то же самое, что и взять монитор и зайти в синхрониз блок. То есть, если первый заходит в aquire, он может прийти дальше, то есть семафор уже залочен. Второй тред, он будет, если отойдет до aquire, и будет ждать, пока он не освободится. То есть, освобождаем это вызовом метод release. Тоже сходное с синхронизмом, только тут у нас будет, можно несколько тредов делать. То есть, мы сами выберем, сколько тредов может там находиться. Ну, не всегда удобно использовать aquire, поскольку мы тогда будем ждать, пока он освободится. Можно использовать метод aquire, и тогда мы попробуем. Если мы можем, то мы берем этот семафор и продолжаем работать. Если нет, то он возвращает false, и мы можем делать что-то другое, например. Какие-то другие действия. Вот. И еще такой важный и иногда полезная штука. Если у нас много тредов, и постоянно ломится один семафор, то можно получить ситуацию такую, что первые два треда, первые три треда, они постоянно берут его, а, например, там остальные десять. Они почти не участвуют, и получается, что человек как простаивает. Для этих случаев в конструктор семафора можно еще добавить второй параметр опциональный. более fair. Получается честно. Если мы хотим, чтобы это было честно, то тогда создается очередь десять тредов, и получается, если у нас будет десять тредов, сначала получится, например, нулевой, первый, потом третий, четвертый, седьмой. Какой-то позиции. Но они будут более-менее по порядку. То есть нет такого, что первые три всегда будут брать семафор, а остальные ничего не делать, ждать впустую. Пока есть вопросы какие-то? Хорошо. Следующий такой интересный класс, он называется Countdown Ledge. То есть это буквально как подсчет и защелка. Что это делает? Тут еще конструктор передается Int Count. Он считает количество тредов, которые подходят к какой-то точке, и когда их набирается определенное количество, то защелка открывается, и они все выпускаются. Пока вся маршрутка не наберется, не поедем. Что нужно сделать, чтобы использовать этот класс? Вот это у нас будет CDL, это вот наш объект. Вот мы выполняем какой-то код, и потом мы хотим остановиться и дождаться остальных. То есть мы передаем счетчик на 5 тредов, чтобы собралось. И мы вызываем сначала из Countdown Ledge метод Countdown. То есть у нас счетчик понижается на 1. То есть мы дошли и сказали, вот мы дошли, мы начинаем ждать. Он говорит, да, хорошо, счетчик уменьшаем, и чтобы ждать мы вызываем этот Aurelade. И вот мы здесь вот стоим, пока не дойдет до этого места. 5 тредов, и тогда Aurelade их выпускает, и они все одновременно идут дальше по выполнению программы. Когда это может быть полезно? Например, у нас существует 5 каких-то тредов сервисов, которые должны подготовиться, проинициализироваться, прежде чем можно будет начать корректную работу какой-то программы, приложения. То есть, но они могут по-разному инициализироваться, разное время. И если мы хотим, чтобы ускорить это, нужно, чтобы они, в принципе, все начали одновременно подготавливаться, но мы не знаем, как быстро они это закончат. То есть, мы говорим, вот ты закончил, ты сказал, что я закончил, и ждем остальных. Как только все остальные подходят, уже можно нормально, корректно работать. И тогда мы проходим дальше. Ну а еще тут такое минус и уточнение, что как только счетчик и защелка открывается, счетчик до нуля, и защелка открылась, то мы этот класс уже не можем использовать. Нужно создавать новый и делать все по-новому. А есть класс, который можно переиспользовать, и он называется Cyclic Barrier. То есть, это цикличный барьер. То есть, тут, в принципе, оно схоже с защелкой. Тут уже Int Parties принимает. И еще может опционально Runable. Какой-то Action. Я позже расскажу. Мы тут тоже до какого-то цифика барьера доходим, ждем. Если до этого счетчика дошло, то он открывается, все выпускается, и счетчик обнуляется, и мы ждем потом опять до какого-то места, где мы снова должны что-то подождать остальных. И Runable Action исполняется перед тем, как всех выпустить. Все количество партий оно дождалось, потом мы выполняем Action, если нам нужен. Если нет, мы его просто не вписываем, и ничего не происходит, и тогда оно просто освобождается. То есть, это как бы более продвинутый вариант предыдущего класса. Вот. Есть какие-то вопросы? Хорошо. Тебе это удалось использовать вроде первый или второй вариант? Мне приходилось пробовать Simaphore, но остальные как бы... Ну, и Лок я пробовал, о котором сейчас хочу поговорить. Ну, в итоге мы обошлись с другими методами. Но в целом, как обозримого количества узких задач, это, в принципе, хорошо применимо, и хорошо бы знать, что можно сразу пойти и что использовать, а не пытаться там вручную что-то это сделать, потому что это довольно сложно и чаще всего опасно. Дальше есть у нас, как бы, улучшение стандартной синхронизации, слово Synchronize, интерфейс Log, и класс, который имплементирует чаще всего, использует Re-entrant Log. То есть, не только защёлка, она может исполнять Log. Это как аналог войти в Synchronize, блок или метод, и Unlock. Вопрос, зачем использовать это, если можно просто сделать Synchronize? Во-первых, у нас есть объект этот Лок, и мы, например, можем вызвать Лок в методе А, а сделать Unlock в методе B, который не связан. В синхронизе это так сработать не может. Ну и тут тоже есть ещё возможность передать параметр и второй кейс, ещё можно освободить блок до того, как закончится блок кода. Да. Не обязательно ждать, пока именно блок кода дойдёт до конца, который как Synchronize. Точно. Вот. И ещё одно преимущество, которое есть. В Synchronize блоке можно использовать стандартные для объектов методы, как Wait, Notify и Notify All. Wait, он говорит этому треду, засни, пока тебя не разбудят. То есть можно не доходить до конца, Wait вызвать и он будет ждать. Если другой тред вызовет Notify, то он какой-то случайный один тред из этих, которые заснули, он разбудит. А Notify All он разбудит всех спящих. Но это не всегда удобно именно так использовать, потому что могут быть разные причины, разные кондишены, какие нужно будет, какие не нужно. То есть могут быть поделены тетради на разные группы, по назначению, по какой-то области применения. И тут есть ещё класс кондишен, который относится к локу. И что удобно, тут можно создавать несколько кондишенов, для одного лока. То есть это как сделается. Мы берем этот лок, вызываем New Condition. То есть какой-то C у нас переменная будет Condition C. Лок New Condition. И там C1 тоже. Лок и New Condition. И тут можно говорить, что из можно из C вызывать аналог weight, это у нас await будет. Конечно сложно перепутать, довольно несложно перепутать, но нужно пытаться, потому что если перепутать, то мы получим неприятный reception из ожидаемого действия, потому что weight он должен вызываться только из синхрониз-блока или метода. А мы тут, поскольку используем другое, другой способ, то ничего хорошего не получим. Вот. То есть... И ещё можно... Аналог Notify это у нас Signal. Тут лучше названо, и тут уже перепутать намного сложнее. То есть мы можем сделать так, чтобы половина, например, один Condition у нас пусть будет для того, например, у нас есть очередь, и одни тренды они ждут пока, чтобы забрать какой-то элемент из очереди, а другие, чтобы положить. И, например, одни варианты нам нужны для того, чтобы сказать, очередь пустая и нельзя взять. И поэтому, например, мы используем для C-Away, то есть именно эти будут спать тренды, а те, которые кладут, могут спокойно это делать, они не должны засыпать. Вот. И наоборот. Когда у нас заполнилось, то есть положишь это, мы вызываем сигнал, означает, что только те, которые должны взять, просыпаются, а остальных это не касается. То есть тоже такое удобство. Вопросы? Хорошо. Хорошо. Так же тут есть еще одно улучшение и углубление этого интерфейса и класса. это у нас. Тренды делятся на те, которые считывают какую-то информацию, например, из общего объекта, с какой-то мапы, коллекции, с какой-то информацией из объекта и есть writer. То есть суть в том, что, например, чаще всего read можно делать много и постоянно, а write именно такая более стартная операция и поэтому она должна быть отдельно. Например, файл. Файл, например. Да, файл. То есть мы можем читать файл спокойно много раз, много отредов могу читать и плохого ничего не произойдет. Но как только приходит writer что-то изменять, то все reader должны подождать, пока он изменит. Потом writer уйдет и reader могут дальше спокойно делать, что им нужно считывать. Так это можно сделать комик. Вот у нас есть блок, можно из него вызвать read-лок, тоже блок или unlock методы. И также для write-лок, те же методы. И так можно... А, и да, и... Сейчас покажу, например. Здесь у нас read-лок сначала сделал. Тут уже мы сами делаем try какой-то... We сами контролируем, что мы тут делаем только read-лок операции. Это не наша совесть. И в final нужно освободить... Это... Этот... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... writeimple, то есть таким образом оно может использоваться. Если с этим ясно и никаких вопросов, тут еще я нашел пару классов, они более специфические, но в принципе интересные и про них знают и слышали уже поменьше людей. Например, интересный кейс, когда нам нужно тредом обмениваться друг с другом информацией. То есть они работают, работают, кто должен придать тому что-то или наоборот. То тут на помощь приходит класс Exchanger с генериком какого-то типа объекта. То есть как понятность названия, его должны использовать два трейда, а именно этот он звучит как Exchanger и сюда нужно передать этот объект. Что у нас возникает? В трейде 1, когда он дошел до точки, которая нужна чтобы получить данные и отправить в другом, мы называем Exchanger с объектом 1. Если этот трейд дошел первым, то он в принципе засыпает. Мы отдаем этим методом объект 1 и получаем сразу же объект 2. Но поскольку трейд 2 еще не дошел до этого метода, то есть объект 2 не готов, а этот трейд 1 засыпает. А на втором трейде мы пишем Exchanger объект 2 и принимаем объект 1. То есть тут уже объект 1 готов, он сразу отдает второй и получает объект 1. И они дальше спокойно продолжают работу, обменявшись данными. То есть это довольно интересный, довольно простой для понимания способ выполнить такую задачу, как обмен данными между трейдами. И последний класс, который я хотел бы обсудить сегодня, это еще одно углубление классов с локерами и с барьером. И тут, судя из названия, все барьеры называются фазами и нумеруются. То есть каждая фаза у нас имеет номер, начиная с нуля. Потом количество участников может меняться. То есть можно подписываться и отписываться от этого фазера. Вот метод. Для этого существует Register. И он возвращает номер фазы, который она происходит. Также у нас есть метод GetFace. Ну понятно, что он делает, тоже возвращает. Потом, как только объект доходит до этой фазы, он тоже ждет. Вот у нас методовый параметр какой-то. Количество тредов, чтобы продолжить дальше. Но это не обязательно. То есть не всегда нужно ждать, чтобы пойти в следующую фазу. То есть у нас есть метод Arrive and Await Advance. То есть это у нас как аналог Awaiter. Мы дошли и засыпаем, ждем остальных. А можно просто занотифить, что мы пришли и идем дальше. Класс. Метод просто Arrive. То есть, например, если у нас есть какой-то особый тред, который нужен выполнять больше этой работы или какой-то другой случай. А можно сказать, что я выполнил эту фазу, вы там ждите дальше, а я пошел. Вот так же есть методы Arrive and Deregistered. Понятно, что он полезен для того, чтобы если тред больше не нужен в этом фазере, он выполнил, а дальше сам по себе. То есть и логично, что мы дальше его не будем ждать. То есть этот счет уменьшается, количество тредов, которые участвуют в этом всем. Идет дальше. И тут еще такое дело, что другой какой-то тред, который хочет взаимодействовать с фазером, он может подождать какого-то этапа, но он сам не должен быть, не обязан быть частью этой этапы. То есть есть метод AwaitAdvance и передаем сюда номер фазы. То есть этот тред просто будет спать до того момента, когда фаза не поднимется до нужного. А иначе он просто будет проходить дальше, этот метод. Но небольшое отличие от Cycling Barrier в том, что тут нет опционального действия, тут нельзя проставить Runable. Не знаю, может быть это и недостаток, может быть просто часть реализации. Ну я конечно так и не сталкивался с настолько глубокой интерпретацией и нуждой в использовании. Но я думаю, в принципе это может какие-то пригодиться. У меня все, если есть какие-то вопросы. Какой из этих классов ты использовал так, что, скажем так, мало куда написал, а пользоваться прямо сразу, как удобно, не пришлось срочно не делать? Сложный вопрос, поскольку это все больше специфично для параликов, которых много, мультипоточностей. Я пробовал использовать семафоры, например, и он показал себя хорошо и удобно. Но остальные, я думаю, тоже ничуть не хуже, просто они требуют больше специфичности заданий. Я так думаю. Спасибо. Еще что-нибудь? Тогда спасибо. Спасибо. Так, ну Владимир на прошлом битоксе немного играл в курс того, что такое вообще паттерны, что они несут в себе некоторую идею, которая может нам каким-то образом помочь. Вот я об одной из таких идей сегодня хотел бы рассказать. Конкретно о строителе. Довольно простенький паттерн. В принципе, если его, ну да, довольно простенький, можно так сказать. И при этом мега полезный, потому что очень упрощает наш код в плане читабельности. Наверное, так точнее всего буду писать. Что он вообще делает? То есть это порожденческий паттерн, который предоставляет нам возможность построения каких-то сложных объектов. Это его основная задача. Давайте представим, у нас есть какой-то там суперсложный объект, у него куча полей. Ну, например, машина. У нас есть класс. Что у нас есть в машине? Ну, допустим, у нас есть колеса. То есть мы уже хотим иметь какое-нибудь поле, которое отвечает за тип колес. У колес есть, например, там радиус. То есть это будет какой-то отдельный объект колеса. Что у них еще может быть? Что вообще у машины еще может быть? Ну, может быть тип кузова, например. Какой-нибудь кузов у нее есть. Такой не сильно симпатичный. Есть руль, например. Там движок какой-нибудь под капотом у нее есть. Там выхлопная труба. Так что у меня тоже не сильно нравится. Есть какие-то сиденья там с подогревом, без подогрева. Задние сиденья тоже, это мультимедиа. И вот это все мы перечисляем, грубо говоря, просто полями в нашем объекте КАЗ. Соответственно, как у нас будет выглядеть конструктор? Если вот, допустим, опять-таки, первый вариант. У нас вообще нету сеттеров никаких даже. Чисто конструктор. Мы сразу в конструктор хотим все это запихнуть, все поля и их провинциализировать. Ну, выглядит это кошмарно. Это огромный конструктор с перечислением множества полей. И очень часто можно видеть в не самом хорошем коде картину, когда у нас конструктор выглядит примерно так. True, 5, 7, True, False и так далее. И таких параметров там с двадцатых и больше. В принципе, больше, наверное, пяти это уже довольно много. И вот просто смотря на такой конструктор, уже становится очень тяжело понять, что здесь происходит, в какой труд для чего относится, где какие цифры и почему они применены. И становится тяжело все это поддерживать. Есть самое простое решение. Это накидать сеттеров. То есть на каждое такое поле у нас будет свой сеттер. И все вот это преобразуется в сет сиденья, сет колеса и так далее. Но опять-таки, когда у нас много полей таких разных, то это будет просто полотно сеттеров. И которое каждый раз на нашем созданном заранее объекте нужно вызывать. И вот третье тоже довольно часто распространенное решение. Это как раз таки использование, это реализация строителя паттерна и его дальнейшее использование. В чем преимущество? Преимущество строителя в том, что он упрощает клиентский код, то есть работа у клиентов с какими-то объектами. В чем проблема? Ну или сложность, недостаток, скажем так. Он требует немного более детальной реализации наших классов. То есть нам внутри нужно его как-то прописать, как-то реализовать. То есть для нас, как для девов, это не то что сильная проблема, а для клиентов это очень существенно улучшает работу с нашими классами. Опять таки, на примере той же машины, как вообще, то есть в чем основная идея? В том, что мы передаем, вот как идея паттерна, мы передаем какому-то другому объекту, есть у нас карт, есть карт билдер. Мы передаем вот этому билдеру ответственность, или скажем так, позволяем ему строить наши машины, наши объекты. И вся логика, которая отвечает за создание машины, она в основном у нас будет находиться в этом классе. Если говорить конкретно о реализации в Java, то чаще всего этот карт билдер будет у нас статическим классом внутренним в объекте карт. Но это не обязательно. То есть можно реализовать и по-другому. Это классический, наверное, билдер. Что у нас будет здесь внутренне? Соответственно, если у нас есть вот в машине какие-то final поля, то есть обязательно и нам сразу же нужно их провинциализировать при создании. Они же будут и в билдере при создании. То есть как вообще все это выглядит? У нас есть машина, в ней там с десяток полей. Любой объект не обязательно машина. В классическом варианте эти же поля будут аналогично перечислены в билдере. И, соответственно, те, которые обязательно в нашем объекте, который мы хотим построить, они же будут обязательно в нашем билдере. То есть при создании конструктора, при вызове конструктора билдера, мы должны будем передать эти обязательные поля. Что происходит дальше? Дальше мы можем поочередно строить какие-то недостающие элементы. То есть если говорить без джау, то есть как абстрактно, это будет вызов метода поочередно. Добавь сиденья, добавь колеса, добавь двигатель, добавь выходную трубу. И в конце все это завершится вызовом, ну опять-таки чаще всего, построить итог или собери все вместе. Если говорить уже о конкретной реализации, то вот у нас есть, ну в джаве, у нас есть класс CarBuilder. Здесь у нас куча полей, которые, ну по сути, дублируют эти же поля в нашем объекте. И у нас будут методы Signature Public. Возвращать они будут этот же CarBuilder. Принимать в себя, соответственно, какой-то параметр. Ну допустим, вот у нас есть параметр Wills. И мы хотим их, эти колеса добавить. Мы можем по неймингу чаще всего применяются или Wills. Имя метода Wills. Ну и имя поля, то есть Wills, Wills. Есть вариации просто имя поля. Set Wills тоже, в принципе, применимо. Но вот чаще всего, и даже не чаще всего, наверное, то, что мне больше всего нравится, это Wills Wills. То есть с каким полем? С вот этим полем и передаем сюда, собственно, наш объект Wills. Почему не нравится название Set? Потому что у нас есть Setter, которые мы называем Setter. Почему не нравится просто Wills? Ну, потому что у нас есть просто поле Wills. В Wills тоже не сильно красиво. Но тут как бы строгих каких-то неймингов нет. То есть чаще всего Wills Wills. Или Add Wills, например, еще может быть, как вариант на такой режим сначала. Вот здесь мы передаем какие-то колеса. Внутри метода, что у нас будет происходить. Внутри метода мы вот этому нашему полю Wills, который есть и в Builder, и в самом объекте, присваиваем какое-то значение. То есть this Wills равно переданные нам Wills. И затем мы возвращаем этим методом самого себя, сам объект. Для того, чтобы в дальнейшем мы могли продолжить удобное построение объекта. И в конце, когда мы все вот эти методы, которые нам добавляют какие-то элементы, какие-то поля, все повызывали. Мы завершаем, ну чаще всего опять-таки, методом Build это все. И уже логика, которая будет строить нам объект, она скорее всего будет нам возвращать объект Carve, в котором будут каким-то образом проинициализированы все вот эти поля. Тут тоже можно поиграться с реализацией. То есть строгих каких-то рамок к этому нету. Сейчас еще покажу, наверное, как это элегантно в итоге выглядит для клиентов, которые будут Builder, которые будут Builder пользоваться. И еще одна вариация, как можно реализовать, для того чтобы не перечислять все эти поля. Можно перечислить только одно единственное. Car, ну то есть тот объект, который мы хотим построить. И в этот Car по очереди, то есть в конструкторе его инициализировать, затем по очереди вот в этих методах все в него сетить, просто методами сет, возвращая опять-таки все тот же Builder. И потом на этапе Build возвращать уже не Builder, а конкретно вот этот Car, который мы строили до этого. То есть мне, наверное, второй вариант больше импонирует, потому что не нужно дополнительно кучу раз перечислять все эти поля. Фактически избавляемся от публикаций. Но вот в классической реализации чаще всего встречаются именно вариант, когда поля объекта, которые мы хотим построить, они же продублированы в самом Builder. Вот, помимо этого, кстати, для одного объекта может быть много разных Builder. Они могут быть ответственны за немного разные реализации. У той же машины, например, может быть Builder электромашин, Builder дизельных машин, Builder машин, которые на угле катаются, не знаю, есть такие. Вот, вариации Builder тоже есть. И вот когда еще у нас... Ну, об этом, наверное, уже в другой раз расскажу, чтобы не затягивать. Когда у нас много Builder есть еще такое расширение, скажем так, дополнение к паттерну, называется Director, который фактически будет управлять всеми нашими строителями, который знает, какому строителю что нужно сделать. Ну, да, наверное, чтобы не затягивать. То есть, если говорить просто о простом Builder, то в нем обычно ничего сложного нет. И в итоге, если говорить о том, как мы инициализируем весь наш объект, без сеттеров, без конструкторов, мы называем Car. Если это у нас, как мы сделали эстетическим классом, это будет Car Builder. И дальше по очереди, по списку вызываем все, что нам нужно. Виз там, что-то там, передаем, что нам нужно. Далее, то есть, фактически это просто в одну строку можно все сделать. Но в коде красивее, если каждый отдельный метод построения, скажем так, вызывается на отдельной строке. То есть, это если говорить о том, чтобы хорошо выглядело. Дальше виз там, что-то еще. И так несколько раз, в конце у нас будет двигатель. Ну и, соответственно, какие-то из этих параметров мы, если не хотим сетить, мы их просто не будем здесь указывать. Если говорить о том, что есть какие-то, не обязательно необходимые всем машинам параметрам, например, марка и модель, мы их передадим здесь же, в этом конструкторе. Вот. Какие есть вопросы? С точки зрения обработки ошибок билдер довольно неудобно. С точки зрения обработки ошибок, обычно логика, которая тебе проверит, ну, провалидирует все, что ты сюда засетил, чаще всего будет реализовано внутри метода билд. То есть, как только мы начинаем вот здесь в билде собирать весь наш объект поэтапно, ну, то есть, клиент думает, что мы его собираем здесь, мы можем его как собирать здесь, вот если мы, как я говорил, используем сеттеры этого же объекта, второй вариант, либо мы его будем уже собирать внутри билдера, пересетив все одни поля из билдера в поля объекта, которые билдят. Вот. И чаще всего, да, именно в логике метода билд в его реализации будет какая-то валидация. Ну, например, там мы не можем поставить Мерседесу движок меньше двух литров, ну, грубо говоря. И вот этот билд можно проверить здесь внутри. Конкретно паттерн билдер не говорит нам, как это сделать, но, в принципе, у него нету строгих ограничений или, ну, скажем, нету идеи, как это нужно сделать. Просто вот говорится о том, что на этапе билда можно все это провалидировать. Как ты это реализуешь, это уже задача твоя как программиста, в принципе. Еще вопросы? Еще добавить нужно еще чем-то полезным. Тем, что можно, например, менять устройство машины без того, чтобы менять тех, кто эти машины конструирует. Да, но это больше, мне кажется, относится уже к директору, который управляет всеми этими типами. И там же есть моменты, которые, ну, этот директор фактически должен иметь возможность менять вот эти типы, про которые ты говоришь. Ну, просто если мы уже это реализовали, то это, по факту, можно и с этим сделать. Тоже верно. Ну, я думаю, что в следующий раз подробнее еще расскажу про директору. Хорошо, спасибо. Кто-то продолжит? Я могу, но я за перегрузку, ведь я еще два паттерна хотела стать. Окей, тогда спасибо.